Волонтёрский центр «Радость моя» объявил о старте благотворительной акции «С миру по листочку». Её цель – помочь собрать школу, детей и семей в трудной жизненной ситуации. В этом году сборы пожертвований будут проходить в том числе и онлайн. Об акции не только поговорили с руководителем волонтёрского центра Анной Виноградовой. Анна Юрьевна, в ближайшее время, я так понимаю, стартует ваша традиционная акция «С миру по листочку». Расскажите о ней и тем, кто ещё не в курсе, что это такое. Акция «С миру по листочку» – она у нас долгожитель. Началась она ещё в 2007 году. Сначала мы собирали детей в школу выпускников социального детского сада, ребят из семей в трудной жизненной ситуации. Это было примерно 20-20 с чем-то человек. А затем уже в 2011 году акция распространилась на все классы. То есть с 1 по 11 класс. И уже в акцию вступили, если раньше средства собирались пожертвования только с прихожан православных храмов, то когда в 2011 году волонтёры вошли в эту акцию, то они встали в торговые центры и стали уже просить сделать свой вклад уже всех горожан. Таким образом, акция стала общегородской. И с тех пор она в таком режиме и работала. Даже в 2020 году, когда была сложная ситуация, мы сумели сохранить объём. То есть у нас порядка 500 последние несколько лет, порядка 500 школьных наборов мы готовили. Это примерно 300-350 семей, которые получали помощь. А если учесть, что семьи есть многодетные, то для них это очень существенная помощь. Семьи как отбираются? Управление соцзащиты. Они готовят списки, тёплый дом помогает. То есть это те семьи, которые обращались за помощью в управлении соцзащиты. Хотя, конечно же, мы не, как сказать, если даже люди уже снялись с учёта управления соцзащиты, но это, например, многодетная семья или мама-одиночка, то мы их не выбрасывали из списка. Потому что если людям помощь нужна, они за ней приходят. И было так, что люди даже просто приходили и говорили, мы у вас всегда получаем. То есть люди настолько привыкли, что они эту помощь получают, что они за ней приходят как бы за отдельной такой помощью, даже минуя управление соцзащиты. Как в этом году будет, я пока не могу сказать. Потому что ситуация, как я сейчас и объясню, достаточно сложная с финансами. В этом году сколько планируете семьи охватить? Сколько вот сможем, столько и такой охваты будет. Если мы в своё время начинали только с первоклассников, может быть, мы остановимся только на первоклассниках или на младших классах. То есть вот сейчас, на самом деле, идут решающие дни. Сколько людей отзовётся на призыв помочь, поддержать эту акцию, таков и будет её результат. Потому что сбором средств в торговых центрах, который начнётся в конце июля, в начале августа, мы не закроем всю потребность. На сегодняшний момент у нас достаточно большой дефицит средств. Для того, чтобы полностью собрать, если брать по примеру, по уровню прошлого года, чтобы собрать с первого по четвёртый класс, нужно порядка 100 тысяч. И чтобы собрать средние классы, то есть с пятого по седьмой, и с восьмого по одиннадцатый, нужно ещё 100 тысяч. То есть общий дефицит примерно 200 тысяч. Но вы семье даёте не деньги, а покупаете констовозу? Естественно. Потому что если мы будем давать деньги, это ни о чём. Если люди будут идти с этими деньгами, пытаться себе что-то купить, они купят полтора карандаша. Потому что оптовая закупка – это большая экономия, это очень большая эффективность, когда делается оптовая закупка. Потому что вот нам, например, набор первоклассника обходится примерно полторы тысячи. Набор младшеклассника со второго по четвёртый класс – это где-то примерно 500 рублей. Соответственно, 300 и 400 – средние и старшие классы. Первоклассник – это из-за портфеля такая сумма? Да. Потому что портфель около тысячи рублей. И примерно 600-500 – это идут констовары, все принадлежности, фарточки, всякое разное. Сейчас во многих школах форма введена, но с формой вы не связываете. То есть это родители? Оказать помощь на форму – это уже гораздо более серьёзная задача. Там же есть ещё и спортивная обувь, спортивная форма тоже нужна. То есть у семьи на самом деле очень много задач. Им нужна и форма, и спортивное снаряжение, и констовары, и портфели. Много чего нужно ребёнку. Да к тому, что они растут же дети постоянно, ещё и нужна одежда сезонная. То есть на семью ложится очень большая нагрузка. Поэтому я думаю, что даже те 10 тысяч, которые сейчас выделяет президент, они всё равно не закроют всех потребностей. И семьи, которым нужна будет поддержка к 1 сентября, они всё равно их достаточно много. Как помочь? Как помочь? Во-первых, когда мы встанем в торговые центры, можно будет пожертвовать наличные средства. Организации, например, сейчас уже подключились, потому что Центр поддержки предпринимательства нашу информацию об акции разослал. И начали откликаться предприниматели. Они перечисляют безналично на счёт нашего храма, храма всех святых, при котором действует наш волонтёрский центр. Они перечисляют с указанием, как сказать, назначения платежа, целевое пожертвование на акцию с меру по листочку. Потому что вот если идёт целевое пожертвование, оно больше ни на что, эти средства не могут быть расходованы. У нас сейчас как бы три сбора идёт, три целевых пожертвования, которые мы просим. Это с меру по листочку, адресная помощь детям с инвалидностью, и третий проект – гостиная с припёком. Вот у нас два храма как бы принимают такие вот целевые пожертвования. И сделали мы, мы и в прошлые годы пробовали так делать. Мы опять открыли сбор на электронной платформе Соберу. Вот принимаются средства, можно по QR-коду туда перейти, на эту платформу, и сразу же сделать перечисление. Какой способ самый, скажем так, прибыльный, условно, когда люди наличку передают в торговых центрах или через млайн? Раньше этот способ работал. Но сейчас уже, особенно в связи с пандемией, этот способ просто перестаёт жить. Наличка уходит из пользования. Людям удобнее делать безналичные перечисления. Поэтому мы стараемся подстроиться. Но у нас, к сожалению, нет возможности закупить и обслуживать вот это специальное оборудование, которое есть сейчас во всех магазинах, аптеках и прочих. Вот эти вот приборы для перечисления безналичных средств. Но это, в принципе, был бы идеальным выходом. Да, это был бы выход. Но пока у нас нет таких средств. А по вашим наблюдениям, вы уже сказали, что, в принципе, вы сумму собираете одно и то же. Но понятно, что инфляция есть. Число благотворителей растёт и сумма пожертвует. У нас последние три года очень помогал магазин «Детский мир». То есть если раньше мы сами всю полностью сумму закрывали, с этим сбором, то последние годы очень существенно вклад в магазин «Детский мир». То есть вот покупатели приходят туда, они видят, что у них всегда там есть подготовленные, так сказаемые, подарки. Они кладут туда и канцелярские товары, и детское питание, и могут быть какие-то средства ухода, гигиенические средства. И «Детский мир» очень огромную поддержку нам оказывает. И не только вот этой акции, но и по другим направлениям. Потому что, например, одежда для младенцев, детское бельё для многодетной семьи, для какой-нибудь мамы, которая одна воспитывает ребёнка, это очень существенная помощь. Получить новое вот это бельё детское, детского мира, это, конечно же, очень приятно и здорово. И гигиенические средства тоже. У нас многодетные семьи, они получают раз в месяц такие вещи. Поэтому, конечно, вклад огромный. Если бы мы посчитали с учётом того, что они дают, то стоимость была бы уже гораздо выше. То есть если 5 лет назад это было 200 тысяч, то оно как бы и сейчас 200 тысяч, но на самом деле оно уже не 200 тысяч, потому что «Детский мир» помогает. Вы детским домам помогали ещё, если я не ошибаюсь, как раз тоже часть акции «С мир по листочку» шла туда. «С мир по листочку» мы, кстати, не так часто мы отвозили детские дома. У нас был опыт, когда, помните, из Луганска и Донецка хлынули беженцы. Вот был тогда, по-моему, это 15-й год был, когда размещали в Нижегородской области семьи беженцев, им нужно было идти в школу. Вот тогда у нас получилось, мы 200 тысяч собрали на своих, и 200 тысяч, ещё концтоваров на 200 тысяч отправили вот этим беженцам, прямо переправляли. То есть у нас вот это есть в истории. Но вот так, чтобы мы помогали детским домам, у нас этого нет. Потому что на самом деле, как бы, у нас групп волонтёрских в городе много. Я знаю, что, например, Ольга Николаевна Флотская, она всегда отвозит концтовары и в тёплый дом, и в темников. И мы как бы уже просто, ну, зачем, как говорится, это делать, если этот человек уже сделает. И это многолетняя традиция, мы её уважаем. Вот. Если же, например, мы позвонили, и в какой-то момент они нам сказали, что конкретно чего-то сейчас не хватает, ну, мы им переправляем. Вот после Пасхи мы им отправляли ручки, альбомы, ватман. То есть была конкретная просьба. А к первому сентября, я думаю, что они получают очень большую помощь. Давайте поговорим про другие ваши акции. Какие сейчас проходят? Ну, вот сейчас эта акция у нас стартует, а Пасха у нас завершилась, Пасхальные дни милосердия. Ну, и у нас сейчас, конечно, продолжает действовать наш гуманитарный склад вот на Пушкина, и у нас работает, начал работать, как бы готовиться к открытию проект «Гостиная с припёком». Вот. То есть гуманитарный склад – это постоянно действующий проект. Вот я даже хочу обратить внимание жителей на это, потому что сейчас открылся ещё один гуманитарный склад «Капельки добра». И многие люди звонят нам и говорят, как вы закрылись, вы переехали. Я хочу у всех успокоить, что мы не закрылись и не переехали, просто у нас в городе теперь две точки, где можно получить помощь. То есть очень удобно получается. Вторник, четверг и суббота – наш склад, а среда и воскресенье работает склад «Капельки добра». Но благополучатели у вас, в принципе, одни и те же. То есть можно прийти и к вам, и к ним? Я думаю, что никто никого не прогонит. Давайте поговорим про «Гостиную с припёком». В актуальном интервью мы ещё не обсуждали эту тему. Расскажите, что за проект? Этот проект родился тогда, когда мы решили обустроить ещё одну из комнат у нас в здании на Пушкино. Сначала она планировалась чисто как комната для волонтерской команды, потому что людям, которые занимаются такой достаточно сложной работой, постоянно переборка вещей и так далее. Рутинной работой нужно место для психологической разгрузки, где можно чай попить и отдохнуть. И мы занялись ремонтом этого помещения. Но у нас на складе работают молодые ребята с инвалидностью. Двое уже таких 30 лет, и двое ребят сейчас, которым 18-19 лет. И среди них всё время идут разговоры. Кто-то пытается что-то испечь, кто-то что-то хочет принести к чаю, у него не получилось, шарлотка не получилось, ещё что-то. И мы всё думали, сейчас мы отремонтируем, плиту поставим, начнём с ребятами что-нибудь делать. И когда это всё созревало, вдруг подумалось, а, собственно говоря, почему мы только для наших ребят, и зачем мы будем делать какую-то старую технику, ставить на новую, у нас денег нет. И тогда родилась заявка на грант. Кроме того, что у нас четверо ребят с инвалидностью на складе уже работают, у нас же есть ещё большой список подопечных семей, где дети с инвалидностью. И очень многие из этих детей уже в подростковом возрасте находятся, и в возрасте молодёжи. И мы обозвонили наш список и выявили, что у нас достаточно много желающих ребят и родителей, которые хотят, чтобы их дети научились готовить, научились пользоваться современными кухонными приборами, чтобы родитель был уверен, что его ребёнок не останется без горячей пищи, что он научится правильно технике безопасности. Есть, конечно, дети, которые и дома уже много чего делают, то есть у них у самих высокая мотивация. А есть дети, у которых ещё не очень получается, и дома нет условий. А родители заинтересованы в том, чтобы они научились. То есть ситуация разная. Вот сейчас у нас набрана группа примерно 8 ребят, которые войдут в этот первый курс наш трёхмесячный. Ну, даже там 2,5 месяца немножко поменьше. То есть мы по гранту, который мы получили на конкурсе «Мало грантов православной инициативы», закупаем кухонную технику. Своими силами при помощи всех, кто откликнулся, у кого мы просили помощь, мы сейчас делаем ремонт и будем обустраивать саму кухонную, вот этот кухонный уголок, кухонную мебель, куда будут встраиваться при этом приборы. То есть к 1 августа у нас должно быть закончено помещение, и уже должно быть всё ясно с мебелью. Потому что мы получим средства и купим технику, и её надо будет встроить. И к 21 августа у нас, по идее, всё должно быть готово, потому что начинаются наши занятия. Самый главный человек на кухне – это повар. Собственно, откуда он? Да. Вот повар у нас так вот, я считаю, что у каждого человека, кто там приходит, просто я считаю, Бог посылает. То есть пришёл человек активный, который… Я вывесила вакансию, что нужен человек, который будет отправлять тюремные посылки, потому что нам пишут заключённые, в основном женщины из разных колоний, вот Ешкаролинская, сейчас вот ещё одна, и нужно, чтобы кто-то курировал посылать им посылки, гигиенические средства, бельё, то, что что-то просят. И вот такой человек добрый к нам пришёл. А в разговоре выяснилось, что она дипломерный повар, работает у нас в дивизии, имеет большой опыт. И когда я предложила поучаствовать в этом проекте, она с радостью согласилась, то есть очень заинтересовал её этот проект. Поэтому у нас вот так вот получилось, что волонтёр, повар с дипломом, так что вот так. Есть какой-то примерный список того, что по выходу из этого проекта участники будут уметь готовить. Ну, есть какой-то набор обязательных блюд или это же... Ну, знаете как, мы, конечно, там всё расписали, написали, что мы будем и первые блюда, и вторые, и что мы и блины научимся печь, и пироги с начинкой. Ну, мы посмотрим, как пойдёт. Потому что, например, если к нам там две девочки-школьницы, очень увлечённые, дома много готовят, приходят. Есть один молодой человек, который закончил даже курсы у нас в техникуме повара, да, вот, только ему сложно найти работу. Вот, а есть ребята, которые на начальном совсем уровне, у них совсем нет навыков. Я думаю, что мы будем смотреть, индивидуальный подход должен у нас какой-то быть. Опыта у нас пока ещё нет. Мы только пробуем, мы только начинаем. Мы с родителями так и разговариваем. Готовы ли они на такой эксперимент? Вот сами, вот родители, да, этих детей. Они все хотят. Понимаете, у людей горят глаза, они желают попробовать, хотят посмотреть, что у нас получится, у нас всех вместе. Вот, у их детей, у нас волонтёров, там, в общем, будем смотреть. Я думаю, что здесь главное, главное, не вот какие-то прям, вот, знаете, вот предмет такой-то, там, пять, такой-то, там, ну, как список предметов. Надо посмотреть, что каждому ребёнку ближе. Вот наша задача, вот как я для себя её сделала, что, чтобы научиться готовить горячее питание, самое простое, вот кому-то достаточно овладеть мультиваркой. Кто-то сумеет все приборы постигнуть и будет ими, там, говорится, работать, ему нравится на всех. А кто-то должен себе суметь сделать горячую кашу, запечь курицу в той же мультиварке, там, да, приготовить, там, и суметь сделать какой-нибудь пирог, чтобы принять друзей у себя, там, пригласить к себе на день рождения друзей. Ну, это я так вот говорю образно. Вот, понимаете, вот для каждого это будет какой-то свой результат. У каждого ребёнка будет свой результат, и он будет нам дорог. Вы сказали, это первый поток, то есть потом проект продолжится. Мы планируем его продолжить, посмотрим, как у нас будет пороху хватать. Возможно, у нас найдётся кто-то, повар другой, да, ещё кто-то, кто сможет продолжить, потому что ведь это будет марафон. Это будет очень серьёзная нагрузка, два с половиной месяца, практически все выходные у человека будут вылетать. Вот, и у тех волонтёров, которые участвуют в проекте, и у меня в том числе, то есть мы будем заниматься суббота и воскресенье. Либо суббота, либо воскресенье, иногда, может быть, придётся оба выходных встречаться. Кроме того, мы же не просто учимся готовить, мы хотим, чтобы у нас там будет три приёма гостей, чтобы дети научились накрыть на стол, ну, не только дети, молодёжь там уже, накрыть на стол, как-то красиво это сделать. Какие-то правила там, вот, суметь пригласить за стол, вести беседу, да, может быть, там какие-то будут такие посиделки за чаем. То есть посмотрим, как будет получаться. Мы хотим пригласить интересных собеседников. То есть если первый у нас приём гостей – это родители, а второй приём гостей – это уже будет какой-то интересный собеседник, и третий приём – это уже как бы отчётный такой приём, когда мы хотим пригласить уже и СМИ, вот, хотим вручить детям дипломы участников этого проекта. То есть такое уже как бы вот. Если у нас получится найти для них памятные призы, если нам помогут спонсоры, благодетели, то мы и вручим им какие-то подарки выпускникам нашего курса. Вот. Ну, самое главное, конечно, сохранить тёплую домашнюю атмосферу, я считаю, чтобы какое-то вот такое дружеское было общение, чтобы им было интересно друг с другом. Одно из направлений вашей работы – это адресная помощь детям-инвалидам. Вот сейчас, насколько я понимаю, идёт сбор средств под конкретные нужды. Да, вы знаете, мы… Вот, кстати, это вот опять-таки выявляется вот эта финансовая проблема, которая вот второй год уже наблюдается у нас, что мы не собираем тех средств, которые мы собирали раньше. Ведь начинали мы с того, что мы просто устраивали для детей праздники. Но поскольку отклик был горожан очень большой, у нас оставались средства от организации праздника, закупки подарков, там вот это всё, у нас оставались средства. И мы стали уже спрашивать семьи, кому нужна помощь. И у нас выявился… Не все семьи просят помощь. Из 150 семей примерно где-то 30-40 обращаются за помощью, за поддержкой материальной. Вот. И мы уже как бы выявили эти семьи, и на протяжении ряда лет мы им оказывали небольшую материальную помощь. Кому-то лекарства оплачивали, кому-то специальное питание, кому-то поездку к врачу, ещё что-то. Понимаете, разные были вот просьбы. Но последние два года мы уже чувствуем, что мы эту как бы теряем возможность оказывать помощь. И вот нам капельки добра подключились очень хорошо. То есть они и в 2019 году помогали, и в 2020 году они нам помогали. Вот. Но сейчас вот так даже получилось, что отклика нет достаточного. И те семьи, которые после Пасхи раньше получали помощь, далеко не все семьи смогли получить помощь. И у нас есть как бы три списка. Один список небольшой, где самая небольшая помощь была нужна, мы закрыли. Есть ещё один список, который ушёл в Нижний Новгород. То есть при помощи Министерства социальной защиты. То есть там проведён полный анализ состояния семьи. И как бы просьбы ушли в Нижний Новгород, чтобы там искать благодетелей. И есть ещё один список, он сейчас, по-моему, из шести позиций, потому что было семь, одна уже закрыта. Вот. Мы обратились здесь, в Сарове. Капельки добра у себя вывесили этот список, да, и мы тоже вывесили в православном Сарове. И сейчас мы ждём, что люди откликнутся, хотят помочь этим семьям. Там нетривиальные просьбы. Кому-то нужны дорогостоящие очки. У кого-то это обувь. Очень большой, например, размер обуви, да, у ребёнка. И такого размера обуви, да ещё с особенностями, потому что там детский церебральный паралич, она дорого стоит. Вот. Есть, например, ребёнок с нарушением вестибулярного аппарата. Чтобы его развивать, чтобы ребёнок мог передвигаться, вот летом замечательно ездить на велосипеде, да. Но этому ребёнку нужен не обычный велосипед, а трёхколёсный взрослый велосипед. Он стоит около 30 тысяч, где-то 25-30 тысяч. Вот. То есть такие нестандартные просьбы, скажем. Вот. Есть ребёнок, которому нужно постоянно спецпитание. Это 8 тысяч в месяц. То есть ребёнок особенного питания, только специальные смеси. И они не входят в программу ИПРА, которая вот у всех детей инвалидов есть. Туда не входит спецпитание. Вот поэтому мы вот и обращаемся за поддержкой горожанам. А кто чаще помогает? Ну, есть какой-то вот такой усреднённый, грубо говоря, портрет? Ну, вот когда мы стояли в торговых центрах, мы видели, что, вы знаете, откликаются самые разные люди. Я бы не сказала, что это, может быть, какие-то суперобеспеченные люди. Это просто неравнодушные люди среднего класса, вот скажем так. Вот. Сейчас вот, когда Центр поддержки предпринимательства распространяет информацию, там, капельки добра, мы видим, что есть просто люди, опять-таки, неравнодушные, активные, с такой вот, с активной жизненной позицией и среди депутатов, и среди предпринимателей. То есть это может быть немножко выше, чем средний класс, да, и они на эту информацию реагируют. И меня, конечно, поражают, когда подходят пенсионеры, делают свой вклад. Но я считаю, что вот именно общий сбор средств, он даёт возможность быть благотворителем не только тем людям, у которых большая зарплата, есть свой бизнес или ещё что-то. Вот этот общий сбор средств, он даёт возможность любому человеку стать благотворителем. То есть ты сделал, пускай 100 рублей ты положил, но ты уже участник этого доброго дела, и это именно этим ценен общий сбор средств. Понимаете? То есть, да, вот на проект «Гостиная с припёком» мы пошли по организациям, потому что мы чувствуем, что сроки короткие, средства нужны, прямо сразу массировано они нужны. Вот мы пошли по организациям, а вообще-то мы обращаемся просто к простым горожанам. Пускай это будет небольшой вклад, но нас много, и мы все вместе можем сделать много. Расскажите, идёт ли сейчас набор волонтёров к вам? Можно ли присоединиться? К нам можно присоединиться в любой момент. Да, у нас бывают реперные точки, когда я вывешиваю, там, вот, у нас идёт приём волонтёров, там. Но это как бы ради информационной кампании. А по идее прийти к нам можно в любой момент. Все наши адреса, пароли, явки, они на нашей странице ВКонтакте есть. В любой момент можно позвонить и сказать, вот я хочу быть волонтёром, я хочу к вам прийти помочь. Можно приходить на разовые поручения. Вы знаете, вот я удивилась даже, ко мне пришли такие занятые многодетные мамочки, вот просто добрые, хорошие женщины, которые увидели у нас объявление, что нужна разовая помощь. И они говорят, вот так давно мечтали помочь, но каждый раз думали, вот, ну, приду я, и как же, я вот сегодня могу, а завтра не могу. И вдруг они увидели объявление о разовой помощи. Да, вот нужно было там что-то конкретно помыть, что-то посчитать, что-то разложить. Они пришли и помогли. И они вошли вот в такой наш маленький реестр разовых волонтёров. И теперь, когда нужна такая помощь, просто их обзванивает моя помощница и приглашает их вот там что-то поделать. Они рады очень. У них есть определённые свободные утренние часы, которые они могут, ну, там, как раз направить на доброе дело. Вот, поэтому надо просто взвесить свои возможности, сказать, да, я хочу это делать, и уже подобрать для себя посильную задачу. С нами была Анна Юрьевна Виноградова, руководитель волонтёрского центра «Радость моя». КОНЕЦ